Дмитрий, кто, на вашу думку, стоит за прослушиванием топ-чиновники, в яка цель данных прослуховань, так и наследки, цены все для политичной и экономичной ситуации в Украине? Кто стоит за прослушиванием топ-чиновников, или их конкуренты, или спецслужбы, или спецслужбы других государств? Какие последствия? Ровным счетом никаких. Уже никакие прослушки никого не возбуждают. Что бы ни говорили, что бы ни слушали, мы уже присыщены так информацией, что нас уже ничем не удивишь. Почему никто не берется за дочерей Путина? Вы знаете, когда дело касается детей политиков и семей политиков, я в этом не участвую. У меня есть четкие правила. Можно критиковать политиков, можно ненавидеть их, можно выливать какие-то ушаты на них, чего-то там. Но трогать семьи, детей? Нет, не моя история. Зачем Путину нужен был Крым и Донбасс? Для новых военных баз или для демонстрации силы? Это очень хороший вопрос на самом деле. Вы знаете, по Крыму, планы по отъему Крыма у Украины, они не просто вынашивались давно, они давно уже были выложены, изложены на бумаге. Россия ждала только удобного момента. Вот удобный момент настал. Когда у соседа дом начал гореть, решил Владимир Владимирович забрать телевизор. Что касается Донбасса, дальше аппетит пришел во время еды, и опять-таки планы по отъему территории, части территории Украины давно существовали. План А, план Б, план В и так далее. Ну раз Крым прошел гладко, подумал Путин, тем более, что ему докладывали его подчиненные, что половина Украины русскоязычная спит и видит, когда Путин придет, и смотрите, с Крымом как получилось. Давайте теперь Донецк, Луганск, Запорожье, Днепр, Николаев, Херсон, Одесса, Харьков. Только ждут. Путин поверил в это. План Новороссия он попытался реализовать. Вот для этого, поэтому он пошел на Донбасс. Должен был пойти везде. Что касается, зачем это ему? Слушайте, у него рейтинг вырос как? Рейтинг зашкалил 84%. Любой человек, стоящий у руля России, который прирастает территорией, приращивает территорию к России, он обречен на народную любовь. Тем более, многие помнят еще Советский Союз.